ух какая заставочка красивая ребята всем привет с вами рима сегодня у нас очередная серия total war rom 2 за армению ну что ж я даже не знаю что у нас там что у нас там ухты ё-моё сколько у них там проще я вспомнил я вспомнил мы останется на том это 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 по получается их последний город который нам нужно в принципе забрать давайте посчитаем сколько врагов 2208 плюс 960 3000 с у нас 2720 бойцов у нас конечно плюс в том что у нас хорош кавалерий но это довольно тяжелая кавалерия она будет очень трудно справляться с этими бомжами прощаем потому что прощей ну просто невероятно очень много ладно погнали погнали гребаный карт ли сейчас мы его вынесем либо не нас вынесут посмотрим одно из двух в принципе если мы даже проиграем не ведь не велика потери мы можем сделать реванш так задача наша забрать прощей как прищей во время переходного периода вернее возраста прощей как прищей ребята вот так вот сделаем ну что ж погнали я знаю где враг он последний раз впереди а их подкрепли может быть даже из а нет они не задние где-то с этой стороны должен пойду типа пойди и подходят свежей силы так где их свежей свежей силы не показывает зараза вот они кстати наши доблестные соперники враги так может быть мы свои кавалерии сделаем просто наглый наглый наглую атаку на их прощей как вы думаете а ребята ну вот как-то так наверное сейчас мы же сами будем и код куда атаковать я не знаю или или выбрать всех приказать остановиться остановитесь пожалуйста остановитесь остановиться так заходим заходим на них да вот этих вот ребят чуть-чуть вперед с этой стороны мы будем атаковать и у нас тут тоже могут быть кое-какие проблемы атакуем бегом отгоняем отгоняем прощей отгоняем прощей блин эти прощи сейчас они нас просто достанут ребят заходим на вражескую полководца конечно же тоже вперед 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 так атакуем 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 заходим с этой стороны сейчас сейчас нам надо прощей 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 ребята отстрелять отстрелять быстренько прощей вот они быстро заходим на них отлично 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 пошла мазута так видите нашего начальник уже начинает обстреливать поэтому мы помогаем своим начальником не забываем командовать атаковать нам надо скомандовать атаковать поле боя у нас уже у нас уже кто-то бежит я не знаю этих догнали что ли так забираю проще смотрите какие жесткие восточные прачники они не могут просто сдаться ребята мы их просто пробиваем пытаемся пробить заходим на них боже мой каких восточных копейщики разбивает наших топорников я думал это будет наоборот ну это не так это не так так заходим на них хотя заходим 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 на этих бомжей заходим на этих бомжей проще 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 нужно нужно забирать проще как Можно больше. Так, полководца тоже смогла не прозрать. Как у вас тут много-то, а? Просчита вы наши. Заходим. Заходим на них. Заходим на них. Отлично. Отлично. Что тут у нас? О, мы тут воздушных прачников, ребят, забрали. Так. Так. Заходим. Отлично. Отлично. Так, 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 так. Что тут у нас? Давай, 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 давай. Чардж, делай. Они вообще что-то... Что-то они там не разбираются вообще. Я не знаю, почему им не удается это сделать-то. Неужто? Ребят, что он как разучился играть. Давай, Чардж, делай. Быстро. Он прям подставил свою жопу ради этого. Ух, как хорошо. Прям как в первой брачной ночи. Невероятно. Так. На, прощи. Тоже заходим. Так. Ух ты, как нас жестко. Тут обстреливают, ребята. Да и конницу нашу тоже забрали. Потихонечку начинать, вернее, обстреливать. Наши остались без снаряжения. Вот вроде бы вы убегали. Бегите дальше. Почему вы не убегаете дальше-то, а? Давайте, ребята, давайте, давайте, давайте. Мы затачим эту катку. Что тут у нас? Вроде бы, вроде бы справляемся. Вроде бы где-то проигрываем, конечно. Так, катафракты. Так, уходим. Уходим, уходим, уходим. Так, первое здесь, второе здесь, третий здесь. Отводим, отводим своих катафрактов. Нам надо как-то, знаете, дойти до вражеского полководца. Где он? Я чуть не пойму, где этот вражеский полководец. А, вот он. Вот он. Вводим, вводим, вводим своего полководца. Заходим сюда. Ну, у нас остались только вот эти вот катафракты. И все, ребята, больше никто не остался. Сейчас мы быстренько добьем вот эту толпу. Ух ты ж, твою мать, как они жестко нас обстреляли. Вот это гребанная жесть. Давайте, 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 быстро, 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 быстро. И лушу, нула, шайтана, манат, короче, его зовут. Заходим сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, мы их вообще не пробиваем. Ладно, заходим сюда. Вперед. Давай, родной. Это фракты. Ну, вперед. Давайте, давайте, давайте. Они стоят задом. Они прям ждут прям. Все европейские стандарты включены просто. Что-то нас реально не хватает, ребята. У нас реально не хватает бойцов. Мы что-то тут проигрываем жестко. Так, залетели мы здесь, как в первой брачной ночи. 93 бойца. У бара нам надо забрать. 63. Ой-ка, хорошо. Ой-ка, хорошо. Ой-ка, хорошо. Так, нас здесь тоже кто-то обстреливает. Я не пойму, кто. А, вот они. Вот эти бомжи обстреливают. Заходим сюда. Так, все, этих добили. Так, и нам надо вот этих вот разогнать тоже. Разгоняем вот этих вот бомжей сначала. Фух, какая тут у нас жесть. А, мы все уже. Мы уже разбили врагов, да? Заходим на них. Наши остались без снаряжения. Делаем регрупп. Делаем регрупп по-быстрому. У них нет полководца. Это очень хорошо. Да, у нас кровавая такая битва получилась, к сожалению. Ну, а куда без этого? Водим, 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 водим. Так, полководца на безопасное место. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Сейчас, по идее, должно все проконать. Я стал забрать других прачников. Ух, какая потная катка. Твою маль. Это шо это такое-то? Наши полководца чуть не убили. Видите, да, ребята? Вы это видите? Это просто гребанная жесть. Залетаем. Твою единицу жопу достал уже. Скрываем этого балбеса. Так, так. Отлично. Отлично. Заходим сюда. Убираем, 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 убираем свою конницу. Убираем свою конницу. Конницу убрали, твою мать. Вот это катка потная. Такую катку никто больше не сделает, кроме Римасенка. Лучший. Лучший душу твою мотал. Так, ну что ж, господа? Вроде бы все. Это победа. Заучная, можно сказать. Но не фактическая еще. Победу мы будем сейчас забирать сами. Это просто кровавая битва, но она очень важная. Если мы бы ее проиграли, мы бы дали шанс нашим так называемым партнерам объявить войну. Потому что мы бы, мы и так ослабили, да? Сейчас наша задача победить в этой битве, тем самым забрать их город и уничтожить полностью эту горебаную фракцию. Все, забираем. Что тут у нас? Или шмума. Ты же у нас типа бессмертный мот. Все, мы тебя добиваем. Полностью. И это гребаная победа. Это просто невероятная победа, господа. Втаптываем их в землю. Не стесняемся. Всех забираем. Бегите. Бегите, что Машу вашу душу Машу не видел. Помните это выражение? Кто смотрел, старички, наверное, поймут. Старички, вообще, отметьтесь в комментариях. Кто меня смотрел там 15 лет назад, 25 лет назад, 50 лет назад. Отметьтесь, пожалуйста. Ну, нолик уберите. Получатся реальные годы. Так. Все. Тут можно, в принципе, первая победа. Первая победа. Нас было 2720, их было 3168. Наши потери 2130 и их потери 2840. Твою ж мать. Это просто реально кровавая какая-то победа, ребята. Первая победа. Отпустите пленных. Ваш враг и его союзники будут относиться к вам более благословно, если вы отпустите пленных, захваченных в этом бою. Убить пленных. Живых не брать, убейте всех до последнего. Это утопит жажду крови наших воинов. Но наш противник и его союзники надолго запомнят это. Ну да, да. Жопа. Ну давайте отпустим пленных. Что теперь? Я безоружных не убиваю. На войне, как на войне. Ну что? Придется брать их в город. Ой, какая жесть будет у нас. Какая жесть, ребята. Ну что, давайте. Ctrl-M. Нажмем. Хотя бы один полный отряд. Я не знаю, сможем ли мы... Да, мы сможем, мы даже автобой сделаем. Сделаем дядушку автобоя. Чипуль. 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 Все нормально. Мцхета. Мы забрали Мцхету, ребята. Мы забрали Мцхету. Мы можем, в принципе, покорить эту фракцию. Я не буду покорить. Я буду забирать это дело. Фракция полностью уничтожена. Фракция в Картли. Вернее, когда-то там что-то там делала. Но сейчас она уничтожена. Ну, конечно, мы тоже понесли просто невероятно. Огромные потери. Римас, я бы лучше сыграл. Фау. Китеречка опять что-то там появились, да? Часы вешние. Хе-хе-хе-хе. Так, ладно. Этого бойца сюда отправим. Да, и, в принципе, начало просто отлично. Давайте вернемся к дипломатии. Получается, у нас почти два региона. Первый регион полностью захватил. Второй регион не полностью. Нам придется еще остальной Кавказ забрать, да? Это у нас Колхида. Это у нас Трапезунт. Шмимилизунт. Короче, все эти ребятюли. Наши будущие враги. Ну, для начала нам надо отправить своего агента. Посмотреть, что там происходит. Потому что я помню, Колхидочки, они тут тоже начинают довольно такую дерзкую экспансионную политику брать. Кстати, они как относятся, типа, к грекам, да? Диверсия в войсках. Прокачаем своего бойца немного. Не получилось. И наш агент еще и раскрыт. Тем самым у нас еще хуже отношения. Действия агентов против Колхида. Минус 31. Да, они спалили то, что мы тут что-то там делаем. Из-за этого дипломатические отношения, ну, сильно упали. Так, ну что ж. Нам реально надо менять. Брать бойцов. Менять все это дело. Так, авторитет плюс 2 делаем. И харизма за ход. Боже мой. Боже мой. Ладно, давайте тогда этого полководца будем делать. Так, восточные лучники делаем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 отряда, мне кажется, достаточно. После этого горцев будем делать и восточных копейщиков. Бомжи? Ну, куда без них. Нужно как-то куда-то двигаться. Так, самое главное, чтобы нам сейчас никто войну не объявил. Потому что я сейчас вообще не готов ни к одной войне. Нам надо немного восстановиться. Я надеюсь, эти гребаные соседи, которые слишком коварно смотрят в нашу сторону, воинственным взглядом своим, ничего не предпримут. Надеюсь. Хотя, блин, в Total War и всегда так. Естественная смерть. Уронт. Уронт. Персонаж приобретает дурную славу. У нас там кто-то помер, да? Уронт какой-то. Так, пиши минус 1. Рост плюс 2. Поселение. Траншея. Доход 350. Здесь у нас доход 200. Золотишко. Это, конечно, очень хорошо. Кавказ. Население несчастно. Ну, давай посмотрим. Ваш чиновник сообщил, что его земли истощены. Урожай собрать не удалось, а земледельцы опасаются, что если ничего не предпринимать, в следующем году произойдет то же самое. Удобрить землю. Заняться... Какие маги? Удобрить землю. Я, конечно, верующий человек, но маги и вера это вообще две разные вещи. Так. Поэтому нужно верить, но и делать тоже. Как говорится, да? Так, давайте посмотрим. Палатки пехоты. Горцы. Восточные лучники. Дает гарнизон. Гарнизон дополнительно нанимает отряды топорники. Персидские гоплиты. Да, давайте персидских гоплитов будем делать. Почему бы нет? Что у нас там с пищей плюс 10? Плюс 10 пищи, господа. Да. Большой город Сатрапа. Здесь у нас большой царский город. Либо большой город Сатрапа. Обратите внимание, здесь у нас эдикт издан, насколько я помню. Налог на урожай, налоговставку плюс 15%. Доход от всех торговых сооружений. Стоимость набора отрядов минус 20%. Возможность найма плюс еще два отряда. Призыв новобранцев делаем. Сейчас будем призывать. То есть, кстати, этот эдикт еще и относится и к этой провинции. И к этой деревюшке. То есть, мы в этой деревне призываем новых бойцов. Как вы могли уже заметить. Так, ладно. Они у нас там лучников призывают, да? Потом после этого. А давайте гоплитов будем призывать потом, да? Не будем этих восточных копейщиков. Блин, они такие бомжи. Будем призывать сначала к конницу. Да. Здесь у нас вроде бы ребятюли восстанавливаются. Блин, какие же у нас жесткие потери были. Надо как-то это дело тоже возместить. Так, вернемся к дипломате. Мидия Атропотена. Мидия Атропотена. Вроде бы с ними очень-очень хороши. Запросить 500. Так, ну они у нас слабые. Ну, пока что нормально. Так, и у нас здесь еще и мидия есть. С ними тоже мы толгуем. Толгуем. Говорит, фу, блин, торгуем. Кимерия. Наша казна 2600, да? Так, 187 на 187. Но они почему-то не хотят. А есть договоры нападения. Торговые соглашения. Не, не хотят они с нами общаться. Что-то прям... Какая-то маленькая, но очень гордая страна. Понт. Кстати, за фонд, может быть, потом поиграть. Но я что-то устал за восточные фракции. После того, как мы победим за Армению. Хотя первую фазу победим. Хотя бы захватим все эти земли, да? Включая современную Турцию, Аравию. Всю Персию и так далее. Ближний Восток. То есть побережье Красного моря. Естественно, конечно же, еще и этого. Средиземного моря. Вот досудово. Можем, в принципе, завершить. А либо захватить нахер весь мир. Хотя это тоже будет очень сложно. Ну, посмотрим. Договоре нападений. Да ладно! Прохладно. Они принимают данное предложение. Договоре нападений. У нас с ними очень хорошее отношение. И они, кстати, Каппадокии воюют. Каппадокии к нам относятся очень враждебно. Ну, более-менее враждебно. Но меня сейчас беспокоят колхиды. Вот эти ребята, они непростые ребятюли. Нам надо забрать их столицу. После этого попытаться забрать еще и трапезунт. Вход со стороны трапезунта в нашу столицу открыт, как вы могли заметить. Поэтому нужно сейчас по-быстрому нанять как можно больше бойцов. После этого. Тем более у нас сейчас Эдикт заработает в слишком ходу. После этого мы сможем уже вполне отлично заниматься строительством. И, конечно же, забрать чужих женщин и детей. За Армению. Я бы не сказал, что тяжело играть. Но и нелегко. То есть здесь есть тоже какие-то свои тонкости. Прям как восточная. Так, 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 так. Вот, смотрите, иссохшая земля. Ребята, это просто гребатая жесть. У нас рост заход плюс 3 и доход от землетели плюс 10%. Мой выбор был правильный. В этот раз это очень-очень даже радует. Мои глазки. Мои глазки радуются, смотря на вас, ребятели. Так. Большой город, царский город. Видим, спеша один. Давайте здесь тогда сделаем большой царский город. А здесь мы сделаем большой город Сатрапа. Да. Там торговый. Здесь у нас более такой воинственный город, да. Ну и, естественно, мы сможем дальше продолжить нанимать конницу. Четыре отряда конницы. Остальное будет у нас пехота. Наверное, так. Скорее всего, так будет лучше. Правда, обратите внимание, что у нас... Избыток пищи есть, конечно, но этот избыток с каждым годом падает. Фракция уничтожена Каппадокия. Все-таки Каппадокию они шатнули. Понт его забрал. Да. И у Понта, и у меня плохие отношения с Халкидом. Кстати, с Понтом мы можем уже заключить торговое соглашение, так как у нас открылись границы. Да. С Понтом нужно дружить даже. Вроде бы у нас многое общее. Хотя, не знаю, в Атиле вроде бы это сильно работает. Дары. Каппадокии минус 14. Так, и у нас очень дружественные отношения. Но Понт тоже с ним надо, блин. Он же этот... Может в спину тебя ударить. Я не знаю, как они. Но это действительно очень опасно. Ну, давай, качайся пока здесь. Здесь у нас вроде бы некоторые бойцы есть. Армавир. 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 Ну, что ж. Вот такие дела, друзья мои. С вами был Римас. Подписывайтесь на канал. В общем, следующая серия будет еще интереснее. Мне кажется, наконец, битвы хоть немного закончились. Мы сейчас поработаем с вами на карте кампании. Посмотрим, что и да как. Мы здесь находимся. Будем забирать, конечно же, Калхиду. Они нам не нужны. В общем, не забывайте про лайки. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова